Наверное, каждая хозяйка согласится с тем, что качественная посуда уже половина успеха на кухне. Именно поэтому вам стоит снова обратить внимание на продукцию от компании Делимана. Сегодня вы можете приобрести антипригарную устойчивую к царапинам посуду из серии Scarlett всего за полцены. Сковорода диаметром 24 сантиметра сегодня стоят 250 леев, а 28 сантиметров – 299. Блинная сковорода обойдется вам всего в 199 леев. Отличная посуда для приготовления азиатских блюд. Вог стоит теперь только 299 леев. А если вы любите печь пироги, разные десерты или просто готовить в духовке, выбирайте круглую форму диаметром в 28 сантиметров или прямоугольную размерами 35 на 21 сантиметр. И любая будет стоить сегодня всего 349 леев. И, конечно же, не лишней на любой кухне будет хорошая кастрюля для приготовления первых блюд или соусов. Сегодня есть два варианта на выбор. Кастрюля диаметром 24 сантиметра за 399 леев или побольше диаметром 26 сантиметров за 449 леев. Звоните нам по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, и заказывайте отличную посуду для вашей кухни всего за полцены. Ну а мы готовы рассказать и показать вам все это в деле. Да, прямо сейчас мы хотим показать большое количество различных видов посуды. Сегодня настоящий у нас звездопад цен. Мы можем, конечно, долго о них рассказывать, о каждом из видов этой посуды. Будем мы более подробно их и применять уже в приготовлении пищи. Что можно с этой посудой делать? Конечно, приобрести какой-то, допустим, вид посуды для себя лично домой. Но в то же самое время можно приобрести целый комплект, набор. А у нас в республике давным-давно принято дарить подарки на различных праздниках. И вот, допустим, можно собрать целый комплект этой посуды и подарить, допустим, по какому-то значимому событию своим родным. Ну, например, либо крестины, либо какой-то, ну, я не знаю, особый праздник. Да вообще можно, в принципе, это без повода делать, да? Ты какой бы набор бы выбрал? Что бы ты собрал из того, что есть, то есть много всего. Я бы взял, допустим, вот эту большую полноценную кастрюлю. Я бы взял, наверное, вот кастрюлю бы хорошо подошел вот этот противень круглой формы. Так. Потому что они бы хорошо друг с другом сочетались. И я всегда, вот довольно, всегда обращал внимание на эту очень красивую сковороду. Она очень удобная. Внешне, да? Это сковорода ВОК, да? Просто другой линейки, да? Которая очень удобно и очень хорошо готовить овощи. Вот, поэтому я думаю, что хозяйки знают, какие пользоваться. Ну, во-первых, в кастрюле либо поменьше, либо побольше. Точно это была бы зама или борщ. В вот этой вот форме для запекания. Либо пирог, либо котлеты, которые ты делаешь. Готовишь сначала, а потом в духовку отправляешь. Ну, и ВОК можно готовить все, что угодно. Даже первое блюдо, кстати, тоже с поджарочкой такой небольшой. Ну, и овощи, и мясо на сковороде ВОК приготовленные. Они имеют другой оттенок вкуса. Что бы ты сделала? Что бы я сделала? Ну, слушай, давайте, чтобы для разнообразия, да, сковородок много не бывает. Это знает каждая хозяйка. Блинная сковорода без нее, наверное, не обходится. Ну, я не знаю, блины любят все. Другое дело, все ли их едят, да? То есть, как бы, ну, то, что любят, это однозначно все. Блинная сковорода. Взяла бы сковороду поменьше для ежедневных, скажем так, приготовлений. Для омлета, для яичницы какой-то, да. Да, и сковороду побольше взяла, потому что вот как наступает лето, мы очень любим всякое рагу, да. Я готовлю его на сковороде, поэтому рагу, оно улетает быстро, разлетается, любят его все. Тем более соусы всевозможные, я тоже здесь готова. Поэтому, ну что, ну давай пробовать все это в действии. Я приготовлю сырники. Ну, я, наверное, займусь овощами, как раз приготовлю эти овощи в своей любимой сковороде ВОК. И несколько слов о самой продукции от компании Дельмана, об этой линейке. Ну, все мы хорошо, прекрасно помним, что сейчас компания Дельмана производит высококачественную посуду с применением нескольких видов напыления, которые присутствуют во всех видах этой посуды. Это как и кастрюли, так и сковороды, так и противни для различной, ну, различной формы для приготовления пищи. Да. Там, в принципе, плюс-минус одни и те же виды покрытия. Они антипригарные, они устойчивы к царапинам, при этом хорошо, правильно и равномерно распределяют тепло. Это посуда экологически чистая, безопасная, при этом вы можете наблюдать, что она еще и красивая внешне. Вот такая вот у нее очень качественное, малюрованное покрытие, которое слегка-слегка поблескивает на светом. Вот я вот сейчас смотрю. У нее алый цвет. Вот чем он отличается от Stone Legend, от Делимана, да? О том, что, да, такой вот яркий перламутровый как будто бы, да, цвет. Тут как будто бы он блестит с блестками. Но очень красиво. Она выглядит в то же время, ну, сдержанно, но в то же время нарядная. Согласна с тобой. Ты знаешь, особенно сейчас очень модны белые кухни, да? Вот представляешь такие красивые яркие акценты, когда у тебя вся кухня белая и вот такой вот алый какой-то. Ручки у нас бакелитовые. Они хорошо выполняют свою функцию, удобные в руке, при этом не нагреваются. Ну, и, конечно же, сама форма, допустим, ну, а здесь металлические ручки, плечо, для того, чтобы могли спокойно эту форму поместить в духовку. В духовку, да. Да, и приготовить пищу. Так, ну что же, начнем. Я начну нарезать овощи. Буду это делать вот такими крупными кусочками. С кусочками, грибочками. Слушай, я тебе хочу сказать, что мы очень любим сырники. Мы, конечно, едим их достаточно часто, но у меня есть еще интересный рецепт запеканки, необычной запеканки, в которой не используется мука. Кстати, для большой семьи вот эта же форма для запекания вполне может и готовить здесь запеканку. Ничего к ней не пристает, кроме детей, которые ждут, наконец-то, когда это все будет готово. А так абсолютно вот любая еда, которую вы готовите на этих формах для запекания или сковороде, то есть как бы достаточно быстро все отмывается, легко это все готовится, быстро нагревается посуда. Ну, в общем-то, готовить действительно одно удовольствие. Я думаю, что очень многие люди, которые пользовались продукцией компании Далимана, по достоинству оценили ее. Ну, возможно, не эта линейка есть у вас в доме, да, а есть какая-то другая. Да, линейки довольно большое количество, но, конечно же, мы помним еще про то, что вся продукция компании Дальмана, большая часть этой продукции, отличается еще тем, что мы можем готовить без использования масла и различного жира. Ну, я чуть-чуть добавлю, но только ради вкуса, могу сказать. Думаю, что тебе тоже стоит добавить тоже для того, чтобы придать какой-то оттенок. Но те люди, да, те люди, у которых, скажем так, ну, особый режим питания, и я понимаю, прекрасно, потому что в здоровом теле здоровый дух, и мы это прекрасно знаем, что меньше масла, особенно жареного, да, то есть меньше проблем со здоровьем будет. То для этих людей, то есть это незаменимый помощник на кухне, вот такие вот формы для запекания. Эта посуда, как сказали, легко моется, ее можно также мыть в посудомоечных машинах. Помимо этого, вся продукция компании Дальмана, и формы для запекания, и сковороды, и кастрюлеры, можно использовать на любых видах плит. Это могут быть индукционные плиты, это газовые плиты, электрические. Это посуда универсальная, это тоже большое ее преимущество. Я предлагаю тебе сначала добавить немного масла и уже выложить сюда лук. Я думаю, она уже нагрелась. Кстати, я добавляю немного ванилина, когда готовлю либо запеканку, либо сырники. Жалко, что этот аромат не слышен нашим телезрителям, но я думаю, что у каждой хозяйки есть свой особый рецепт или какая-то маленькая фишечка, которую она добавляет в то или иное блюдо для того, чтобы это было именно, ну, как бы, скажем так, ее. Еще я знаю, что нельзя готовить еду в плохом настроении, потому что все это очень передается. Ты как себя поднимаешь? Поднимаешь все настроения? Музыка хорошая, да. Я думаю, да, вот это то, что мне действительно поднимает настроение. Есть определенные вещи. Либо, да, слушаю хорошую музыку. Разговариваю с хорошим человеком. Мы много рассказали нашей посуде для тех, кто к нам только что присоединился. Да, посуда компании Дельмана качественная. Да, у нее есть большое количество преимуществ. Но сегодня речь, наверное, не в первую очередь не об этом, а все-таки о ценах. Потому что сегодня вы можете приобрести хорошую, качественную посуду еще за полцены. Итак, напоминаем, что кастрюлю размером 24 сантиметра вы можете приобрести сегодня за 399 леев. Прошлая цена 798 леев. Противень прямоугольной формы. К сожалению, сейчас его нет у нас в студии, но он есть в акции. Его стоимость 349 леев, в два раза меньше. Противень круглой формы, которую мы сегодня тоже уже продемонстрировали вам, стоит 349 леев. Моя любимая сковорода Vogue, которая стоит в обычное время 598 леев, сегодня обойдется вам в 299 леев. Сковорода для выпекания и приготовления блинчиков, оладушек, 24 сантиметра ее диаметр. И она обойдется вам всего лишь в 199 леев. Меньше 200 леев будет стоить эта сковорода. Ну и полноценная хорошая сковорода на 24 сантиметра, также вам обойдется сегодня в 250 леев. Так что выбирайте любой из этих товаров, приобретайте, можете целый комплект приобрести за полцены. И сегодня есть возможность экономить... Лучок добавляй в ковроток. Очень значительную сумму денег. Так, все, лучок. Лучок. Ты знаешь, когда только аромат лучка разносится в квартире, сразу все слетаются, такое ощущение, что уже что-то все готово. Знаешь, вот этот аромат жареного лука уже придает какое-то, знаешь, ощущение того, что блюдо вот уже практически готово. И это здорово. Значит, в сырники можно добавлять еще и изюм, ну, все, что угодно, да. У нас сегодня классика абсолютная, да. Вот, да. Ты прям как шеф-повар. Ты такой просто не далеко ночью. Ну, я бы не хотел, чтобы вся наша кухня сейчас была в луке и в овощах, но я стараюсь это сделать аккуратно. Ну, вообще-то вот эти вот большие борты, это данные сковороды помогают и позволяют вам как раз перемешивать ее таким образом, без использования лопаток различных, да, дополнительных устройств. Но напоминаем, что здесь еще и покрытие, которое выдерживает, ну, умеренное, умеренное царапание, да, мы не должны тут прямо вот делать с большой силой, но если вы там возьмете, перемешаете немного вилочкой или ложечкой металлической, ничего с этим покрытием быть не должно. Вот, оно стойкое к различным... Так, так, так. Таким металлическим предметам. Стойкое к различным царапинам и всевозможными. Легко отмывать, вот это все очень здорово, потому что, ладно, готовить, готовить это понятно, но... Мне больше не нравится мыть посуду, скажем так, и делать так, чтобы все отмывалось, очищалось. Здесь это все очень просто. Значит, что мы делаем? Мы готовим наши... Сырники, да? Сырники. Переворачиваем. Масло я добавила немного. Ну, у каждого, значит, свое. Готовим их недолго, потому что я, в принципе, отправлю всю эту красоту непосредственно потом, для того, чтобы не... Поэтому и добавляю масла не так много в духовку. Люблю более вкусную. Ой, такой аромат перца болгарского. Честно говоря, это стало такой роскошью, болгарский перец. Ты цены видел он на болгарский перец? В последнее время в магазинах он так подорожал. Ну, вот когда ты его режешь, нарезаешь и добавляешь в различные блюда, ну, это на настоящем весенний получается. Ой, какая прелесть, да. Вот сейчас слышала аромат. Потому что я тут... Цвета весны. Мне тут пахнут сырники, понимаешь? Которые тоже вот-вот... Так, все, я, в принципе, вот таким вот образом все добавил. Можно чуть-чуть добавить соли, хотя есть большое количество людей, которые мне скажут, что соль не нужна. Почему нет? Соль должна быть в рационе, просто умеяна. Я люблю ее. Я люблю ее чуть-чуть буквально. Ты знаешь, а потом ты ее съешь, организм будет обезвоженный. Нет-нет-нет, все должно быть в меру. Ты все можешь пробовать, но все должно быть в меру, драйк. Смотрите, вот таким вот образом, ну, конечно, опытные повара, конечно, смогут это сделать. Вот такие вот образы. У тебя класс получается. Мы с тобой тренировались, когда нас брали на эту работу. Нет, они как-то так снизу это делают. В общем, ладно, это не моя, не моя эта фишка, я не буду. Ну, а что, моя фишка, я хочу... По крайней мере, делать это можно таким вот образом, наверное, обладая большими умениями и практикой. Но еще раз напоминаю, что если у вас есть возможность экономить большое количество денег, приобрести целый комплект этой посуды, можно приобрести, допустим, одну сковородку, одну кастрюлю, либо сковородку и противень. Выбирайте те наименования, которые вам сейчас нужны дома, сделайте небольшую ревизию на кухне, посмотрите, какие, допустим, сковороды уже вышли из... Ну, из... Позволите мне... Да, уже готовы? Да. Нет, они уже, в принципе, отслужили. Мы немножко их прожарили, дорогие друзья, на нашей сковороде, и отправляем, отправляем эту красоту в духовой шкаф. Давай. Он уже горячий у нас, нагретый. Так они будут более солнцами. Минут на 10, думаю. Хорошо. Это вам будет вполне достаточно. Так вот, если ваши сковородки, допустим, уже, ну, отслужили, все, они никаким образом дальше работать не будут, или будут просто... Смело выбрасывайте, да? Да, то не пожалейте выбросить, сейчас как раз возможность, выбросить старую сковородку и приобрести недорогую, но новую, хорошую, качественную сковородку в компании Дельмана, которая вам прослужит не один месяц. Вот, главное, конечно же, помнить, что мы их не моем горячими под холодной водой. Это маленькое такое правило, которое необходимо знать, это касается всех сковородок, не только компании Дельмана. Остыть, а потом уже... Здесь несколько слоев напыления. Это и натуральный камень, который позволяет вам равномерно разогревать пищу. При этом эта пища, как бы, моментально разогревается и не так быстро остывает. Таким образом, вы не тратите много электричества либо газа при приготовлении пищи. Здесь есть металлические различные частицы, которые дают возможность этому покрытию противостоять царапинам различным, да, используя металлических предметов. Ну и, конечно же, качественное, красивое эмалированное покрытие внешнее. И вся эта посуда производится на заводе в Испании. Ну, я думаю, что мы уже неоднократно вам рассказывали о том, как производится эта посуда в Испании. У них очень строгие экологические нормы. Они стараются в производстве задействовать как можно меньше воды для того, чтобы не портить и не... тем образом не портить окружающую среду. Ну, я думаю, что вы свой выбор сделаете. Главное, конечно же, знать, что необходимо вам в данный момент. Это сковороды, различные формы для запекания, либо кастрюли. Ну что, дорогие друзья, сегодня вы смогли убедиться в том, насколько легко и быстро можно готовить самые разные блюда, используя посуду из линейки Скарлетт от Делиман. Вы можете использовать ее на любой варочной поверхности, плите и в духовке. Звоните по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, и получайте скидку в 50% на посуду Скарлетт. Сковорода диаметром в 24 см стоит для вас сегодня всего 250 лев. За сковородку диаметром размером 28 см вы заплатите 299 лев. Самые вкусные блины, сырники и завтраки получаются на блинной сковороде, которая стоит 199 лев. Для азиатских блюд и самых разных кулинарных экспериментов подойдет сковородка ВОК, которая стоит 299 лев. Для приготовления блюд в духовке или выпечке выбирайте круглую или прямоугольную форму для запекания, которая стоит сегодня всего 349 лев. А самые вкусные борщи, супы, соусы, тушеные овощи или мясо вы можете приготовить в кастрюле Скарлетт. Посуда размером 24 см стоит 399 лев, а кастрюля диаметром 26 см обойдется вам в 499 лев. Спешите воспользоваться нашим предложением и приобретайте самое лучшее для вашей жизни. Кухня всего за полцены. И так, я овощи тоже уже практически приготовил. Мы их вот таким образом выкладываем на тарелку. У меня уже разыгрался аппетит. Честно, я готова сначала твое блюдо, потом свое попробовать. Готовитесь употреблять пищу, мы желаем вам приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!